МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запал энтузиазма скоро погаснет. Добровольным пожарным командам перестали платить деньги. Тушить возгорание добровольцы ездят за счет, скидываясь на бензин. Жители Калининского района жалуются на стихийную свалку в Сосновом Бару. Самосвалы свозят землю, асфальт и бетонные блоки. Кто устроил свалку и когда ее уберут? А по соседству на улице Богдана Хмельницкого обновили одну из местных достопримечательностей. Дилижант с работы Геннадия Орбатского. Предвосхищая падение железного занавеса, архитектор создал в Новосибирском дворе памятник американской культуре. Все самое важное и интересное в ближайшие 20 минут. Это новосибирские новости. Здравствуйте. Синоптики предупреждают о повышенной пожароопасности в регионе. Пламя может запылать от любой искры. Этому способствует сухая и жаркая погода в выходные. Дневная температура поднимется до 35 градусов, начиная до 21. При этом осадков практически не будет. Грозовые ливни возможны только в воскресенье и лишь на западе области. Остудят сибирскую жару. Холодный фронт с запада уже в понедельник. Причем понижение температуры будет сопровождать ухудшение погоды. В понедельник, 20-го числа, скорее всего, холодный атмосферный фронт пройдет всю территорию Новосибирской области. И его прохождение будет сопровождаться грозовыми ливнями, шквалистыми порывами ветра, усилением ветра. И жара ослабеет до 22-27 градусов. С тревогой за прогнозом синоптиков следят бригады горзеленхоза, пока крупных пожаров в новосибирских лесах не было. Те, что возникали в Первомайском районе Пашино, удалось довольно быстро потушить. Но лесоводы не расслабляются. Вместе с ними день в лесу провел наш корреспондент Александр Вяткин. Сотрудникам горзеленхоза в последние дни тушить приходится не только костры, но и разгоряченные алкоголем пылотдыхающих. Испорченному пикнику никто не рад. Но разводить огонь в лесу запрещено. Костры – основная причина пожаров. В лесохозяйственном участке Зайльцовский, на мопеде и со специальным рюкзаком, наполненным водой, ежедневное дежурство несет лесовод Валерий Дежнев. Его работа – искать нарушителей. Больших компаний не боится. Общий язык удается найти со всеми. Я как-то вроде что сам не слабенький. И не грублю просто так, по-нормальному разговариваю. И они понимают. Среди пьяных все равно один трезвый находится, который понимает это. В этом году крупных лесных пожаров пока удается избежать. Случаются локальные возгорания. И те оперативно устраняют. Было одно возгорание в Пашино. Беглый низовой пожар прошел без ущерба. А здесь в основной зоне возгораний не было. По Перламайскому лесохозяйственному участку было три возгорания. Тоже беглый низовой. Вовремя обнаружили. Вовремя потушили. Это в пределах 40 минут. Промедление в таких случаях грозит куда более трагическим исходом. Сосновый лес горит быстро. На земле много хвои. Она после длительной засухи вспыхивает моментально. Это сломанные ветром ветки. Или по-другому. Как говорят лесничьи – пища огня. Они сухие и горят очень хорошо. Люди здесь рядом отдыхают. Разводят костры, но потушить забывают. А последствия могут быть очень печальными. Чтобы не давать огню возможности распространяться, работники леса собирают ветки и уничтожают их. Для этого специально приобрели шрёдер. Этот агрегат носит суровое название «Скорпион». На входе сухие ветки, на выходе – опилки. Производительность у него довольно-таки высокая. За смену, допустим, 18-20 кубометров плотных измельчает. Это очень приличный объём. Может и больше, но просто люди не успевают за ней. Потому что нужно сучок отпилить, поднести. Конвейера как такового нет, чтобы она постоянно бесперебойно работала. Кроме этого, вокруг леса огню создают непреодолимую преграду – минерализованные полосы. Землю попросту вспахивают, чтобы в случае пожара пламя не перекинулось на деревья. Но вся эта работа может оказаться безрезультатной, если кто-нибудь разошёт в лесу костёр. Александр Вяткин, Олег Макаров. Новосибирские новости. Тем временем добровольным пожарным командам сократили субсидии. Волонтёры, помогающие тушить пожары штатным огнеборцам, второй год не получают поощрений. Даже топливо им приходится покупать за свой счёт. Общественники обеспокоены. Скоро помощников совсем не останется. Ольга Маховская разбиралась с ситуацией. Всплеск эмоций унять, напор воды и прибавить. Добровольцев учат чёткой и слаженной работе. Чтобы развернуть пожарные рукава и пустить в воду, им хватает нескольких секунд. Инструктор доволен. Но чтобы тушить реальные пожары, поддержки одного только учителя недостаточно. Добровольным пожарным командам нужна поддержка государственная. Ещё два года назад она была. Каждый такой отряд тогда получал за счёт ведомственной целевой программы комплект обмундирования, страховку, бесплатное медицинское обследование, деньги на топливо и небольшую премию за спасение жизней. Только за прошлый год штатные пожарные приставили к денежному поощрению 830 волонтёров, которые рисковали своей жизнью ради спасения чужой. К сожалению, ни одной выплаты мы не смогли сделать в связи с отсутствием финансирования. Оно было предусмотрено на 2015 год, но, к сожалению, и в 2015 году эти средства, которые были заложены в программу, уже в новую программу, и были предусмотрены, тем не менее финансирования до сих пор нет. Субсидии чиновники начали сокращать в прошлом году, объясняет начальник добровольной пожарной охраны. В итоге выделенных средств теперь хватает лишь на страховку. Ну как вот реально, ребята, как вот вы, слушайте, вот они говорят, вот выезжаем, значит, а где вы бензин берёте? Ну вот по 100 рублей сбрасываемся. Ну представляете? Сейчас на территории области работают почти 400 добровольных команд. Это около 2,5 тысяч добровольцев, которые участвуют в тушении пожаров. Так в прошлом году они спасли жизнь трем десяткам человек. В этом благодаря им выжили 11 погорельцев. Около тысячи пожаров было ликвидировано. Штатные огнеборцы говорят, без поддержки добровольцев не обойтись. Особенно за пределами города. Сложная дорога. Сюда доехать у них уйдет порядка 30 минут. Добровольцы уже будут там работать. Они локализуют этот пожар. Всего в регионе чуть больше сотни стационарных постов. Они малочисленные. В боевом расчёте один человек. Но, как говорить словами, один в поле не воин. Пожарный расчёт должен составлять не менее 6 человек. Соответственно, в каждом населённом пункте имеются у нас добровольные пожарные дружины или команды. Согласно статистике, после 2013 года новых добровольных команд не создавали. Запал в пока ещё существующих, по наблюдениям штатных пожарных, угасает. Насколько хватит альтруизма волонтёрам, непонятно. Боятся одного. Когда большинство из добровольцев скажет, да горе оно огнём, гасить его будет некому. Ольга Маховская, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Сегодня тысячи новосибирских мусульман начали отмечать Ураза Байрам. У мечети на улицах Красина, Ватотина и Мира уже с 4 утра было не протолкнуться. Машины верующие парковали на тротуарах, газонах, а молильные коврики стелили прямо рядом с жилыми домами поблизости. Всё это создавало неудобства окружающим. Праздник Ураза Байрам знаменует окончание поста, который длился весь месяц Рамадан. Месяц для мусульман священный. Считается, что в это время Аллах послал людям Коран. Праздновать мусульмане будут три дня до понедельника. Несанкционированную свалку устроили в парке Сосновый Бор, что в Калининском районе. Строительные отходы свозят сюда на грузовиках под покровом ночи. Самое неприятное, что горы мусора лишили местных жителей места отдыха единственного в округе. Кто устроил незаконную свалку, разбирался Александр Попов. Окраина парка культуры и отдыха Сосновый Бор, красивое озеро, одно из немногих мест отдыха жителей окрестных микрорайонов. Уголок естественного соснового леса, природный ландшафт и рукотворная свалка на пути. С весны на эту тропинку поначалу сгружали грунт, потом куски асфальта, а теперь сваливают и бетонные блоки. Они нам объяснили так, что ремонт теплотрасс идет, этот мусор привозится сюда, выбрасывается, а потом он будет увозиться. Не спорю, мы видели, что с кучи, где земля, вывозят, а сюда только добавляют. Но это строительный мусор, который я не думаю, что они будут туда же, в эту теплотрассу засыпать после ремонта. Полоса препятствий с каждым днем усложняется. Для кого-то добраться до заветной зеленой зоны уже невозможно. У нас есть беременная женщина, которая лишена возможности ходить, вот метров 50, в принципе, и пройти для того, чтобы оказаться в зоне отдыха. Там сосновый бор, там свежий воздух. Она не может, она этого лишена. У нас через дорогу детская поликлиника. И вот от поликлиники до вот этих куч с мусором и землей буквально 20 метров. Ну это просто возмутительно. При этом жители окрестных домов удивляются, что если свалка все же санкционирована, то почему мусор сюда свозят под покровом темноты? С грохотом и пылью под сигнализацию припаркованных вокруг машин каждую ночь под окнами самосвала устраивают подобные концерты. То есть техника тяжелая, эти КамАЗы, они тут в очередь стоят и всю ночь трахтят, то есть спать не дают. И всю дорогу засыпали. То есть технологический мусор колесами растаскивается по дороге, и ветром пыль летит до второго или третьего этажа. Вот у меня, думаю, окна не откроешь. Проблема еще и в том, что по дороге между жилым сектором и лесом проходит граница районов. Фактически получается, что жители Заельцовского жалуются на свалку в Калининском. Активисты местного ТОС и управляющая компания открещиваются, что это не их территория. О чьих рук это дело стало ясно после ответа администрации Калининского района. Четвертый тепловой район УАО Новосибирскгортеплоэнерго проводит ремонтные работы на теплотрассе. На период ремонта временно складывают грунт и мусор на указанном участке. После окончания работ должны привести территорию в надлежащий вид. Энергетики не подозревали, что станут нарушителями спокойствия. А ведь недопонимание можно было избежать, сообщив жителям или местным активистам, что эта свалка не стихийная, а временная. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости. После серьезного сбоя заработал раздел миграционной службы на портале Госуслуг. Напомним, через интернет можно подать документы на получение российского и заграничного паспортов, а также оформить регистрацию по месту жительства. По сообщению телезрителей новосибирских новостей, проблемы со входом на сайт начались еще в прошлые выходные. Но в Федеральную миграционную службу жалобы на работу портала начали поступать только накануне. Оказалось, дело в плановом обновлении программного обеспечения. Обычно такие работы проводились в выходные дни, поэтому сбои в работе не были заметны. Уже к вечеру ресурс восстановили. За ночь было подано 150 заявлений на получение документов. Управление ФМС советует, если возникли трудности со входом на сайт, оформить паспорт всегда можно проверенным способом. Если возникли проблемы с порталом, пожалуйста, берете заявление с нашего сайта, официального интернет-сайта ведомства, скачиваете его, распечатываете, приходите в подразделение, сдаете без очереди. Что касается внутреннего паспорта, можно оформить паспорт за час. Эта альтернатива у нас сейчас работает практически во всех подразделениях города Новосибирска. Мастера традиционных промыслов и ремесел, фольклористы и знатоки народной кухни собрались в парке у моря Обскова на свой традиционный фестиваль «Мастера Руси». В программе выступления фольклорных коллективов, народные игры, вечерки и, конечно, мастер-классы. Что можно сделать своими руками, узнал Станислав Якушевич. Именно на совместном творчестве народных умельцев и посетителей сделали в этом году упор организаторы фестиваля. На церемонии открытия со сцены каждый мастер рассказывал о себе, своем увлечении. Никаких ограничений для участников нет. В одном ряду – изготовители сувениров, сторонники традиционных промыслов и художники, предпочитающие современные направления декоративно-прикладного искусства. То, что, может быть, некоторые, то, что сейчас делают, не делалось раньше. Жизнь идет, не стоит на месте. То есть мы хоть и фестиваль традиции, но современных мастеров мы тоже поддерживаем. Любое изделие можно купить. Но тут ценят не просто хендмейт от мастера, а сделанный руками самих посетителей. Здесь плетут браслеты-обереги, пишут картины, учатся с помощью веретена скручивать нити для вязания традиционных деревенских половиков. Кручишь только там чуть по-другому, а потом наматываешь на вертину. То есть вертину, оно уже большое, на нем много чего намотается. А внешне так просто. Ирина Корнеева делится секретами ткачества, которыми увлеклась уже будучи взрослой. В детстве, когда ее учила бабушка, шить и прясть ей не нравилось. А теперь сама освоила ткацкий станок и учит древнему искусству всех желающих. Оно не умирает, но оно перестало быть жизненно важным, поскольку одежда-то не нужна. Оно перешло в другой вид, может быть, как часть культуры, которую надо беречь. К Анатолию Ли посетители стали собираться еще до начала мастер-класса. Каждый хотел попробовать вырезать ложку своими руками. Резчик объяснял, чем отличаются породы деревьев, что такое клюкарза и почему в старину мастера обходились одним инструментом. Как он считается, Богородский нож. Там просто в деревне все занимались с Богородской игрушкой. Это просто функционально. Можно взять обыкновенный пирочный ножик, но просто здесь работает кончик еще. На фестивале обещают организаторы не только ярмарка продажа. Любителей фольклора тут научат водить хороводы, исполнять песни под гусли, поделятся секретами казачьей и вегетарианской кухни. Ярмарка и фестиваль будут работать до воскресенья. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Местная достопримечательность Рэдхилл на улице Богдана Хмельницкого получила второе рождение. Дилижанс изготовили еще в 80-х годах архитектор и мастерской Красная Горка. И долгое время эта конструкция считалась одним из символов Калининского района. С подробностями Марина Аверина. Сейчас дилижанс жители улицы Богдана Хмельницкого называют не иначе, как машиной времени. Говорят, глядя на отреставрированную инсталляцию, как будто переносится на 30 лет назад. Своё детство. Как всегда, вначале не замечаешь таких вещей, знаете, про уже сам взрослый. А когда дети начали играть, у меня дочь сейчас вспоминает, мы всегда после школы, первым делом, даже не заходя домой, садились там на скамеечку с девчонками. И вот это было традиция у них. Установку самой инсталляции Рэдхилл можно считать событием невероятным. Между СССР и западными странами ещё несколько лет будет железный занавес, а в Новосибирском дворе всё пропитано духом Америки. Дилижанс архитектора Геннадия Арбатского стал своеобразным памятником, первым по братимским связям. Договор о дружбе и сотрудничестве Новосибирск подписал с Миннеаполисом и Сент-Полом ещё в 1989 году. Мне вот, допустим, эти макеты, которые были предварительные, очень большие были, там, допустим, метра четыре на два макет, допустим, площадки с домами, ну, то есть, всё-всё в деталях. И потом, конечно, всё это в жизни, ну, это чудо. Такое новаторство не всегда принимали, рассказывает жена известного новосибирского архитектора, который, по сути, и создал неповторимый облик Багдашки. Я помню, Гулливер, когда делали, жители были очень против, что там металл, бетон, а он всё время говорил, пройдут годы, и у вас всё будет жить. И теперь все рады очень. Чтобы уникальные памятники сохранились не только в воспоминаниях, жители просят властей помочь в их реконструкции. Отношения жителей меняются, хотя медленно, с трудом, но позитивные сдвиги, они уже видны. Потому что люди перестали быть равнодушными, люди начали себя чувствовать. Но настоящими хозяевами они декларируют. Родственники Арбатского мечтают о том, чтобы в городе появились дом или улица имени новосибирского архитектора. Впрочем, самому Геннадию Арбатскому удалось создать себе не один, а как минимум десяток памятников. Все они украшают Калининский район и по праву считаются его достопримечательностями. Марина Аверина, Роман Семёнов. Новосибирские новости. И на этом всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова